Олег, вот в данном случае и президент Зеленский об этом говорил, и Денис Шмыгаль также акцентировал внимание на том, что сейчас, вопреки тому, что идут просто катастрофические разрушения жилых домов, инфраструктуры по всей Украине, президент Украины дал задание кабинету министров создать, продумать программу возобновления нашей страны. Можете ли более подробно об этом рассказать, как она будет работать, откуда будут браться деньги и так далее? На самом деле президент дал несколько поручений, они касаются в первую очередь, как вы сказали, восстановления уже после войны, но кроме того есть и кратковременные, краткосрочные задачи, это задачи по релокации предприятий, по перезапуску тех предприятий, которые на какое-то время в первой неделе агрессии ограничили свою работу по переориентированию их на военные рейсы. И кроме того, это, конечно, помощь бизнесу, который через малому, среднему бизнесу, который из-за того, что идут боевые действия, не может сейчас платить зарплату своим работникам, не может сейчас в полном объеме платить налоговые поступления. И в этом отношении есть конкретное уже поручение премьер-министра профильным министерствам, в первую очередь Министерству экономики, Министерству сельского хозяйства, Министерству цифровой трансформации. Мы вместе с офисом президента, вместе с экспертным кругом, который работает с нами, очень плотно в короткое время представим предложение, они будут достаточно такими объемными, но в то же время понятными для всех, чтобы можно было их реализовать в короткое время и получить в короткое время позитивный эффект. В свою очередь, я понимаю, что это вопрос не к вам, но все же, возможно, вы знаете приблизительно, во сколько оценивается сейчас в долларах, миллионах, миллиардах, я не знаю, разрушение украинской инфраструктуры, украинских домов. Есть ли приблизительная цифра? Очень трудно сейчас оценивать, потому что мы не имеем доступа к многим территориям, которые временно оккупированы, неизвестно, что на них происходит. Вы знаете ситуацию, которая с двумя атомными объектами, это Чернобыльская атомная электростанция и Запорожская атомная электростанция, невозможно там оценить ущерб, восстанавливаем ли он, невосстанавливаем ли он. Вы знаете ситуацию, которая была с обстрелом Гастомеля и уничтожением Ан-225, сегодня был обстрел завода Антонова. Очень трудно делать такие оценки. Я хочу сказать, что сейчас каждое министерство ведет такой учет, но господин Лешко, министр здравоохранения, уже назвал цифру тех больниц, которые в принципе невозможно будет восстановить, потому что их просто стерли с лица земли. Также президент Украины Владелинский говорил о том, что возможно, возможно, речь пойдет о том, чтобы от России требовать компенсации за те разрушения, которые она нанесла. Как вы считаете, насколько это реалистично? Я думаю, что это очень реалистично. Нужно знать, что сейчас заблокированы все их активы. Посмотрите, что сейчас делают наши партнеры из Австралии и Нидерландов, которые в связи с террористическим актом, который российское государство произвело еще в июле 2014 года, и сбитие малазийского Боинга, рейса МС-17, как они действуют. Я думаю, что наши действия будут такие же, но гораздо оперативнее. То есть мы не будем ждать 8 лет. Мы точно уже готовим все необходимые юридические процедуры для того, чтобы активы, которые заблокированы на Западе, были использованы на возрождение украинской экономики. Но и отдельно нужно понимать, что реституции и репарации, они могут длиться очень долго. Например, Германия, насколько я понимаю, репарации по Первой мировой войне заплатила только несколько лет назад. Больше, чем через 100 лет после его завершения. Еще один вопрос. Опять же, возможно, он адресован не к вам. Возможно, сейчас об этом трудно говорить, но я должен это задать. Видим, что очень много квартир, ну, домов, квартир, естественно, разрушены. Очень много людей остается без жилья. Возможно ли тут какая-то государственная программа возобновления жилья? Возможно, строительство нового жилья для людей, которые пострадали вследствие войны? Или рано еще об этом говорить? Не рано. Конечно, трудно говорить о конкретных цифрах, потому что вы вспоминали в подводке к сюжету про обстрелы сегодня Абалони на Богатырской и о том, что ракету сбили над Куреневкой. Это два близких мне района. В одном районе я снимал жилье в свое время, в другом районе я сейчас проживаю недалеко. И сегодня квартира есть, завтра ее может не быть. Поэтому очень трудно говорить. Но точно Министерство регионального развития готовит предложение по том, как впоследствии оценивать ущерб. Подлежит дом восстановлению? Не подлежит. Можно в нем жить? Нельзя жить. Ну и, конечно, если он будет восстанавливаться, то он уже, наверное, должен восстанавливаться с условиями термомодернизации, чтобы это был современный дом, чтобы там не просто подлатать окна, чтобы в нем можно было жить. И уже этот дом не был там затратным, а соответствовал всем современным требованиям. Конечно же, если нужно будет строить, мы будем строить, как говорят, так, как мы никогда еще в жизни не строили. Честно говоря, это очень позитивный месседж. Спасибо вам за него отдельное. Последний к вам вопрос, Олег. Опять же, пользуясь возможностью с вами пообщаться, скажите, пожалуйста, дальнейшее действие Кабинета Министра в Украине касательно той ситуации, которая есть. Вот в данном случае из последних новостей услышали, что в Запорожской области оккупанты обстреляли какие-то трубы, вследствие чего теперь все сточные воды идут напрямую в Днепр. Есть ли программа возобновления вот таких инфраструктурных объектов, которые очень трудно ремонтировать? По городу Киеву даже видели уже не раз, что очень трудно ремонтировать старые какие-то трубы, а тут речь идет вообще о больших центральных сточных системах. Вот такие инфраструктурные объекты. Их тяжело строить? Их долго строить? Их дорого строить? На самом деле мы еще пока что не понимаем именно экологической составляющей. Вы спросили меня в одном из прошлых вопросов про то, сколько нам будет стоить. Это один из составляющих, потому что есть прямые убытки, а есть непрямые. Это заминированные поля, это уничтоженные заповедники, это много-много-много разрушенных памяток, милков архитектуры, местных, национальных. И все это будет в большом счету, который мы должны предъявить российским оккупантам. Поэтому пока что очень трудно говорить, скажу только одно. Министерство экологии, начиная с момента захода российских оккупантов в Чернобыльскую зону, оно уже начало подготовку к оценке ущерба. И поскольку это был ваш последний вопрос, я не могу не воспользоваться моментом и вспомнить, что с 14 марта в Украине мы празднуем, отмечаем День добровольцев Украины. Тех людей, которые начиная с 14-го года не ждали повестки и шли сами в военкомат. И так же в 22-м году не сделали. Поэтому я всех побратимов хочу поздравить с нашим днем. С тем днем, когда люди понимают, что на добровольцах, на волонтерах держится вся наша страна. Поэтому с праздником!